Добрый день! Сегодня поговорим об одной истории времен царства Николая Павловича, в которой сначала был большой подвиг, а потом не совсем приглядные истории. Подвиг случился 14 мая 1829 года в Черном море, когда брех Меркурий не смог уйти от преследовавших русских кораблей турецкой эскадры и оказался зажат между двумя линейными кораблями. Очень хорошо это показывает картина Кайвазовского, которая показывает этот бой. Небольшой 18-пушечный брех, а против него 110 и 74-пушечные линейные корабли. Силы абсолютно неравные, еще зажали в клещи, но тем не менее команда приняла решение не сдаваться и если дело совсем станет плохо, то оставшийся у живых офицер должен был взорвать крюк камеру. Ну, все закончилось для нашего корабля благополучно, потому что, несмотря на то, что турки ударно стреляли по гриву, кончилось все тем, что успешной стрельбой сначала повредили мачты рамгоут на одном линейном корабле, а потом лишили хода второй и благополучно ушли от погони. Корабль, хоть и поврежденный, но целый вернулся домой. Само собой, герой этого боя, капитан корабля Александр Казарский, который на тот момент был капитаном, капитан-лейтенантом, сразу считал как два, то есть капитан второго ранга. Получил подначало более бог корабля большего размера, потом его перевели на еще один корабль, а ржимец на него посыпался ключ в почести. Его ввели в свиту Александр Николай Павловича. В общем, карьера у человека сразу же пошла в гору, но ненадолго. Всего через несколько лет, в 1831 году, он, к сожалению, в 1833 году совсем молодой, по сути дела, Александр Казарский, умер. Его послали в Николаев проводить там ревизию. И считается, что заниматься расследованием, считал, что там еще хорошо порезвились флотские начальники и снабженцы. И, как считается, Казарский что-то накопал. А вот дальше получается совершенно по-разному. По одной теории Казарский поел мороженого, да еще и выпил под дождем, переохладился, получил пневмонию. Я от пневмонии в молодом возрасте умер. По-другому считается, что ему его гостили к офису Мшикпан. Причем следы шли чуть ли не на самый верх, вплоть до командования флотом. Но эта версия в результате не подтвердилась. Капитана Казарского, к сожалению, не стало. Получается, что с одной стороны человек храбро воевал, к нему пришла на славу, это казалось совершенно как бы ненужной, даже вредной. Вот остались от него вот такие вот очень красивые фокстрит. Вот можно посмотреть. Уже знали Родину, в недавнем номере. Был рассказ о Казарском, о том, что и как он совершал. Показаны вот эти интересные репродукции, но заодно рассказано о таком неожиданном совершенном финале. Интересный был человек. Наверное, много бы мог совершить для флота. Кто знает, что бы было, если бы он, например, во время Крымской войны продолжал бы еще служить. Но, с другой стороны, адмирал Корнилов тоже был храбрый человек, а вот не сложилось, к сожалению. Совсем молодой, сорока лет не было. Вот так вот все закончилось. В инспекционной поездке оказалось сложнее, чем воевать с турками. Вот такая история, извиняюсь, царственник Николай Павлович. Спасибо за внимание.